Народ, всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать, что можно увидеть в телескоп Celestron PowerSeeker 80AQ, а конкретно сегодня мы посмотрим на Сатурн. И вот из чего будет состоять наш телескоп. Это классический любительский телескоп Celestron PowerSeeker 80AQ, на экваториальной монтировочке AQ-1. А к самому телескопу у нас есть еще несколько примочек. Это будет идти линза Barlow 2X, разгонная трубка и переходное кольцо, которым крепится зеркальный фотоаппарат Nikon 5100. И на него мы будем снимать наш сегодняшний Сатурн. Снимаем мы с балкона, прямо в черте города. Засветка достаточно сильная, но Сатурн достаточно яркий объект, поэтому его мы можем спокойно наблюдать даже с балкона. Итак, поехали! Вот он наш красавец. Небольшой, не правда ли? Так мы видим Сатурн в телескоп, если его напрямую подсоединить к фотоаппарату, без всяких увеличительных линз Barlow и так далее. Объект получается достаточно мелкий, и если мы увеличим это видео цифровым методом, то по сути-то ничего сильно и не улучшится. Но дальше мы будем ставить наши перемочки. Будем добавлять линзу Barlow и разгонную трубку. И вот мы добавили линзу Barlow, двухкратную. Тем самым мы уже можем различить Сатурн и его кольца. И на самом деле данное увеличение является самым приятным, как для просмотра, так и для дальнейшего обработки фото- либо видеоматериала. Чем выше будет увеличение, когда мы добавим разгонную втулку и так далее, тем меньше будет светочувствительность. И изображение с каждым увеличением будет все темнее и темнее. Вот как Сатурн виден при том же увеличении, если мы просто увеличим видео цифровым методом. Очень даже красиво. Чем больше увеличение, тем быстрее убегает из кадра объект. Небо-то оказывается двигается быстро. Вот мы добавляем еще разгонную втулку. Увеличение становится еще больше, но, как вы видите, мы теряем свето-передачи. Объект становится гораздо тусклее. И опять же увеличим видео цифровым методом. Видно даже, как тень падает на кольца Сатурна от самой планеты. Просто супер. И вот самое последнее, чего можно добиться от нашего телескопа. Когда мы к нашему телескопу ставим линзу Барлоу двухкратную, на нее сверху еще трехкратную линзу Барлоу, и через разгонную втулку подключаем фотоаппарат. Получается длиннющая конструкция. И, как видите, уже практически ничего не видно. К сожалению, это максимум, который мы можем выдавить из данного телескопа. И давайте еще увеличим видео цифровым методом. Хуже мыло. Видно даже хуже, чем мы видели это в предыдущих увеличениях. Конечно же, пробуем фотографировать. Но для этого нужны длинные выдержки. На длинных выдержках фотографировать можно только на маленьком увеличении. Если давать большое увеличение, то объект уплывает, получается мыло. Поэтому для фотографических целей есть классное приложение, называется PIP и Astro Staker. Ссылочки на них будут в описании. При помощи них мне удалось добиться, а именно сделать из видео файлов, вот такие вот фотографии. Вот такой наш красавец Сатурн. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, там тоже куча всего интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok